Всем привет! Меня зовут Алексеенко Никита, я автор блога 10kilogram.ru и в этом видео я решил наглядно продемонстрировать, как заполнить гринкарту. То есть гринкарта в 2017 году уже стартовала, там были некоторые технические проблемы. Тем не менее, сегодня с 18 октября начался прием заявок. Я буду сейчас подавать заявку именно от своего имени, то есть свою заявку буду подавать. В принципе, на моем примере вы сможете тоже попробовать ее заполнить. Сразу предупрежу, то есть у меня есть небольшая шпаргалочка, которую я использую для заполнения гринкарты уже несколько лет. То есть, в принципе, там ничего существенно не меняется, там просто прописаны все необходимые данные, то есть правильно прописана фамилия, имя, почтовый индекс, адреса и все прочее. То есть для удобства я просто буду копировать все это из своего текстового документа, ну и походу там, если что, буду объяснять, что к чему и как. Итак, прежде всего для того, чтобы продать заявку на гринкарту, то есть чтобы принять участие в лотерее в этой, в розыгрыше, вам необходимо перейти вот на этот сайт dvlottery.state.gov. То есть это официальный сайт именно департамента США, то есть именно здесь происходит прием заявок. То есть после перехода на эту страничку, то есть в принципе вы можете уже приступить к заполнению заявки. Begin. Interry. PhotoTool это программка, скажем так, скрипт, в котором вы можете обработать, то есть подогнать свою фотографию так, как она должна быть. То есть в принципе там по фотографиям, я не знаю, ничего серьезного, никаких проблем нет. Ну есть полностью инструкции все и есть проверка предыдущих вариантов лотереи. Итак, переходим к заполнению. Begin. Entering. У нас появляется копча, то есть нам сейчас надо ввести данные с картинки и нажимаем submit. Все, собственно говоря, мы начинаем заполнять заявку. Last name это фамилия, то есть фамилия такая, как у вас написано в паспорте латинскими буквами, то есть пишем фамилию, заполняем в first name имя и в поле отчества ставим no middle name. Это означает, что нету отчества, то есть в паспорте у нас отчество не указано латиницей, то есть его мы не указываем. Пол, естественно, каждый выбирает свой. Месяц рождения у меня 12 день, 24 год, 1986. Город, в котором вы родились. Родился я в России, в Муравленко. То есть я указываю, что город, в котором я родился, это Муравленко. Страна, в которой я родился. Родился я в России, то есть я указываю, что я родился в России. И дальше, шестой весьма такой интересный пункт, это страна, от которой я буду участвовать в лотерее. То есть именно в гринкарте. По умолчанию стоит галочка ЕС, то есть если ЕС, то вы участвуете от страны, в которой вы родились. Но там есть некоторые моменты, то есть не буду вдаваться, я просто показываю заполнение гринкарты. То есть если все-таки вопросы какие-то будут, там в дальнейшем можно будет обсудить их в комментариях под этим видео. Но вообще, то есть шестой пункт, я могу здесь выбрать No и выбрать Беларусь. Сейчас объясню почему. То есть Беларусь я выбираю потому, что я женат. У меня жена, она родилась в Беларуси и тоже будет участвовать в гринкарте, будет подавать свою заявку именно от Беларуси. То есть и супруги, грубо говоря, могут использовать свои данные. То есть я могу подавать заявку от Беларуси. Потому что если выиграю я, то едем и всей семьей. Поэтому можно использовать данные супруги, мужа. То есть вот в таком вот ключе. То есть я указываю No и выбираю Беларусь. Так, седьмой пункт. Это надо загрузить фотографии. Фотографии мы сделали. Фотографии, в принципе, я же говорю, главное сделать на белом фоне. То есть и ничего там сверхъестественного в моих фотографиях нет. То есть я выбираю свою фотографию. Дальше, восьмой пункт. Мейлинг адрес. То есть это почтовый адрес. Почтовый адрес, в принципе, насколько я осведомлен, он указывается только для того, чтобы можно было потом в дальнейшем вручить по этому адресу почтовую корреспонденцию. То есть если вы выиграете, там вам придет письмо какое-то. То есть чтобы вот его доставили, необходимо указать вот этот вот почтовый адрес. То есть вы указываете сначала улицу, номер дома, номер квартиру в 8Б. Пункт А и С он опционал. То есть optional стоит. Это можно заполнять, можно не заполнять. Сити это город, в котором вы живете. Я указал Полоцк. Указал Витебская область. То есть если у вас есть регион, штат, провинция, еще что-нибудь. Почтовый код указывается. И страна, естественно, Беларусь. То есть на данный момент я живу в Беларуси. Девятый вопрос как раз таки и есть. Страна, в которой вы живете сейчас. То есть сейчас я живу в Беларуси. Номер телефона. То есть я указываю свой контактный номер телефона. В 11-м пункте необходимо указать свой e-mail. E-mail у меня подставился автоматически. Через форму автозаполнения в браузере. То есть вы указываете сюда дважды свой электронный адрес. По которому, если что, можно будет там с вами связаться. Двенадцатый пункт. Это образование. Самый высокий уровень образования, который вы добились на сегодняшний день. Я закончил колледж. То есть я выбираю колледж. То есть вы, в принципе, с переводчиком можете перевести все эти пункты при необходимости. И выбрать то, что вам подходит больше всего. Тринадцатый пункт. Статус. Там женат, не женат. Здесь в этой лотерее немножко изменили. То есть пункты. И теперь есть женат, но мой супруг не проживает в США. И женат, но мой супруг живет в США. Или является его резидентом. Я женат. У меня есть супруга. Но она не является гражданином США. И не имеет там никаких, скажем так, полномочий. То есть именно вот этот пункт я и выбрал. Количество детей. Ноль. У нас нет детей на данный момент. Продолжаем. Заполнение. И вторая часть заявки, в принципе, будет посвящена моей супруге. То есть теперь мне надо будет заполнить данные по своей супруге. То есть я теперь заполняю, в принципе, то же самое, только указываю уже свою супругу. День двадцать четвертая. Год тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Месяц 07. Вот даже у меня с предыдущего заполнения в сохраненных формах там тоже это все отображается. Пол. Она у меня женщина. Город, в котором она родилась. Город. Это глубокая страна, где она родилась. Беларусь. Выбираем. И фотография супруги. Загружаем ее фотографию. В принципе, на этом все. Нажимаем продолжить. Нам дают перепроверить всю информацию. Алексеенко, Микита. Мужчина. 24 декабря 1986 год. Родился в Муравленко. Страна Россия. Страна, от которой я буду участвовать в лотерее. Беларусь. Фотография загружена. Почтовый адрес указан. Страна, в которой я живу до сих пор. На данный момент точнее это Беларусь. Телефон указан контактный. Е-мейл указан. Указано то, что я закончил колледж. Я женат. Но моя жена не резидент США. Не живет. Детей у нас нет. Дальше данные по супруге. Алексеенко Олеся. 24 июля 1986 год. Женщина. Город глубокая. Страна Беларусь. Фотография загружена. Теперь, если мы нажимаем кнопку Submit, мы отправляем заявку. И, в принципе, теперь мы участвуем в лотерее. Теперь необходимо сохранить вот эти данные. То есть, необходимо сохранить имя, фамилию, номер подтверждения. И, в принципе, вот эта вот подпись. То есть, вот эти данные обязательно сохраните. То есть, чтобы они у вас были где-то. То есть, можно там в тот же документ. Но я обычно создаю отдельный документ. Все это сохраняю. Можно сделать скриншот, чтобы у вас было еще на всякие пожарные подтверждения. Скажем так, в качестве скриншота. Нажимаем сохранить. Ну и, собственно говоря, все. Теперь ждем результатов розыгрыша в следующем году. То есть, как только появятся результаты, можно будет опять зайти на этот сайт. Выбрать проверку данных. И, собственно говоря, вот с помощью вот этого вот номера вы сможете проверить. То есть, надо будет указать свой номер вот этот. Нужно будет указать имя, фамилию и год рождения. То есть, указав вот это все, вы сможете потом в дальнейшем проверить свою заявку, выиграла она или нет. В принципе, в гринкарте я участвую уже далеко не первый раз. Наверное, раз шестой или седьмой. В принципе, на моем блоге много информации на эту тему. Если будет необходимо, можете поискать, посмотреть. Если что, повторюсь, пишите свои вопросы в комментариях. Если что, постараемся все вместе помочь вам заполнить заявку. На этом, в принципе, у меня все. Надеюсь, это видео немножечко хотя бы было вам полезно. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok